здравствуйте в студии владислав юрицу сегодня мы поговорим о китайской повестке глобальной безопасности у нас в гостях один каукенов востоковед главный эксперт киси здравствуйте здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте уважаемый влад в эти вот китай он как бы год смотрел на войну на украине потом календарный год честно прошел но и выставил со своим мирным планом но этот же план он только один из кубиков в большом скажем так доме давайте все-таки начнем с плана по украине то есть казахстан его поддержал вот что заставило аккорду поддержать пекинский план ну здесь надо заметить что вообще этот китайский план по урегулированию он вот почему казахстан его поддержал ну потому что в нем есть очень много вещей которые но не просто много он почти весь на самом деле созвучен с той повесткой которую продвигает сам казахстан смотрите и кстати говоря вот сейчас когда критикует китайский этот мирный план его так критикуют как раз таки вот вот за то местами за что вот он грубо говоря вот его сильные стороны его же слабые стороны то есть какие это смотрите ну там очень много пунктов там но здесь там есть и важные да то есть во первых здесь кстати говорят то что прошел год он-то как раз таки дал возможность пекину и китайским стратегам немножко грубо говоря подсобрать материал, понять куда идет вектор, есть уже понимание расстановки сил и оттуда уже попытка предложить обоим сторонам чего-то. То есть смотрите, когда предлагают мирные переговоры, мир, ну у него же должна быть какая-то понятная мотивация. Потому что смотрите, пока есть поле боя, вот есть две стороны, они воюют, чудовищные, разрушения, убийства, ежедневный день, гибнут люди, и военные, и гражданские, разрушаются. Но при этом все, у каждой из сторон, пока есть вот этот вариант, пока идут боевые действия, есть шанс на победу или еще чуть продвинуться, получить какие-то. То мгновенно, то есть почему нет желания, например, про мирные переговоры? Ну потому что зачем сейчас восстанавливаться, если завтра... Если у всех есть резервы. Если завтра переговорные позиции будут значительно лучше, а может быть даже там маячит призрак тотальной победы, хотя в данном конфликте этого признака нет. Поэтому Китай предлагает там ряд вещей, которые должны попробовать найти консенсус между всеми. То есть там он предлагает первое, что там это вот, ну, естественно, это уважение суверенитета и территориальной целостности. То есть, например, этот пункт понятен сразу, да? То есть это в сторону Украины. Почему? Потому что, ну, понятно, что без вот такого пункта об уважении, о суверенитете. Ну а зачем им тогда садиться за стол переговоров? То есть тем более, что ЗСУ и в принципе Украина показала то, что умеет, ценит свою, свой суверенитет, сражается за него отчаянно, яростно, то есть за каждый миллиметр, за каждый миллиметр земли готовы проливать и свою, и чужую кровь. Поэтому здесь вообще вопросов нет. Да, то есть поэтому там он это практически первым пунктом идет, да? То есть уважение, суверенитет, территориальной ценности. Чтобы у Киева была вот она, потому что без этой позиции, ну, конечно, не один, не то что украинский политик, ну, в принципе, для Киева нету тогда смысла вообще с кем-то о чем-то разговаривать. Я объясняю, потому что некоторым людям, например, вот эти вот все пункты, они говорят, вот они противоречат друг другу, но у каждого пункта есть какая-то своя логика. Другой... В уставе ООН два принципа противоречат друг другу. Да, а тут, видите, но здесь, смотрите, они пункты на самом деле не противоречат. Другой вот пункт, там много пунктов, должно все это базироваться на ООН и так далее, но это все такое, знаете, на смягчение риторики. Вот вся вот, сам весь мирный вот эта вот инициатива, она вся направлена на такое, давайте, давайте немножко там сбросим градус напряжения и давайте там, там, через ООН давайте задействуем, там, ну, то, что все признают. Другой такой пункт, все не будем рассматривать, то есть это на самом деле не имеет смысла. Вот есть два пункта, вот он, суверенитет, и второй пункт, это снятие санкций. Ну, если там вопрос суверенитета вызывает там российские там, СМИ, пабликах, там, вот, а что это такое, почему это вот вообще, ну, как это так, этот пункт вообще как там появился, хотя, объясняю, без этого пункта, в принципе, никакой мирный план, он вообще невозможен. Второй пункт, это пункт, который вызывает уже у этой стороны, да, то есть у проукраинских, у либералов наших и так далее, это возмущение вот в китайском плане, это Китай предлагает отказаться от санкций, вот все санкции, которые ввели, их надо снимать. Почему? Ну, тут же там вопрос, о, с чего это снимать, там, санкции и так далее. Ну, здесь вопрос в том, что если есть предложение, да, то есть для Украины предложение понятное, да, то есть уважаем вашу территориальную целостность и соответственно отталкиваясь от этого посыла, давайте попробуем, да, найти компромисс. Но и для, соответственно, Москвы нужно предложить, ну, какой-то пряник, а зачем иначе садиться за стол? И здесь предлагают, вот если вы сядете и найдете компромисс, вот все те санкции, которые на вас наложили, их поснимают. Вот такой вариант предлагает Китай. И самое главное, все это, как он говорит, он же не говорит, что, а я все это буду обеспечить военным там и финансовым путем. Но это, во-первых, никто не согласится на такое, да, чтобы третья от нас там еще и супердержава, да, там вот так вот все это разруливала. То есть понятно, что это должно быть как-то вот на механизмах, которым все доверяют. Это там ООН, там так далее, вот его институты, потому что все там есть, там есть вот этот вот Security Chamber, есть очень много там комитетов, подкомитетов и так далее в ООН, которые могут, в принципе, во все это дело вмешаться, если обе стороны согласны их туда пригласить. То есть, ну и там вот такие вот варианты, вот давайте как можно больше третейских сутей, но вот ключевых, вот два самых главных пункта, а, слушайте, кстати говоря, знаете, я вам скажу такую вещь, вот я в своих соцсетях опубликовал тоже, вот говорю, выделяю вот эти два пункта, и обратил внимание, что, ну вот есть все равно вот это вот, ну какая-то функциональная, знаете, то ли потеряли люди, то ли никогда не владели, но функциональная, не то, что даже безграмотно, это бессилие какое, да, не умеют читать. То есть, я написал, то есть, пункты расположены там, германифические триумфы, там разно, автор, текст и читатель. это очень тяжело читать, и прям очень тяжело людям стало, это прям не выносит, там три абзаца, три абзаца прочитать крайне трудно. Я думаю, что слушать тоже тяжело, не менее тяжело. Еще раз повторяю, то есть абзацев там много, пунктов там порядка 12, да, расположены они тоже не в той, которую я перечисляю, но вот главный, как вот с точки зрения аналитики, два пункта, которые вот наиболее интересные, да, вот от чего надо толкнуть, от чего предположительно хотят оттолкнуться, это вот они. То есть, давайте разговаривать о территории, о суверенитете, как он будет дальше быть, пост, да, пост военный. И второй вариант, санкционный режим, каким он должен быть, опять же, после конфликта. Вот две такие вот риперные точки. А можно сразу один момент уточнить? Потому что Казахстан поддержал план, но это уже к нему положительно отнеслась Россия, а ведь по факту получается, вот если брать российское законодательство, то сейчас Украина оккупирует российский областной центр Херсон, то есть, в юридической точке там компот. Ну, перестаньте, там здесь, к сожалению, в таких ситуациях закон, что дышло, как повернул, так и вышло. То есть, нету там... Но сам факт, что это же положительно, я видел, что со стороны Москвы положительная реакция на план? Со стороны Москвы реакция положительная, ну как положительная, сдержанно положительная, в том плане, что понятно, что столкнувшись с военными проблемами и так далее, то есть, и экономическими тоже, есть желание продумать, как вообще дальше будет развиваться ситуация, и любой не западный игрок, который, в принципе, готов говорить, что у России есть какие-то интересы, естественно, Россия их будет, ну не просто приветствовать, а супер приветствовать, потому что сейчас расстановка сил такая, то есть, есть Вашингтон, есть западные силы, они однозначно говорят, что у России там никаких интересов нет и быть не может, и единственный вариант, который они видят, это, ну там, полный разгром ее, там, санкционный режим навсегда, еще плюс добавить к этому, там, контрибуции, репарации и так далее, ну, то есть, понятно, что эти все варианты для России неприемлемы, ну, тут предлагают, Китай, так как предлагает такой вариант, именно попытку компромисса, он вызывает положительную реакцию, в Киеве, как отреагировали, Зеленский же тоже не отверг, Киев также не отвергает китайский план, то есть, не было там, например, со стороны Киева, такое, вот критики, вот нам вообще все не нравится, вот вообще, да, и что вы за планы нам предлагаете, такого тоже не было, Киев отреагировал, тоже весьма сдержанно, в том плане, что сказали, что благодарны тому, что вообще вот в Китае, который находится достаточно далеко от этого всего, там, имея вот такой вес мировой политический, думают о том, как установить мир, но другое дело, что там не все пункты устраивают, да, просят Киев, чтобы четко очертили самый главный принцип, это границы 91-го года, вот сначала с этого, потом, в принципе, все остальное, ведь в принципе-то, по большому счету, все остальное там в Киеве не вызывает противоречия, вопрос только в том, что они просят, ну, чуть почетче, да, то есть границы 91-го года, и вот с этого, говорит, начнем разговаривать, поэтому, единственный, кто раскритиковал на сегодняшний день план мирной инициативы Китая, это Вашингтон, достаточно, на самом высшем уровне, то есть президент Байден сказал, что план не нравится, никуда не годится, почему, потому что его предлагает, план этот предлагает другая, конкурирующая геополитическая стила, то есть сам факт, что геополит, вот кто-то предлагает, в принципе, кроме Запада, что-то, уже, конечно же, вызывает раздражение, да, ну, собственно говоря, Китай и предложил вот этот мирный план, потому что, ну, вот единственный он такой альтернативный большой вот игрок, который может что-то предлагать, и вот то, что он не предлагал ничего, это тоже было с точки зрения нехорошо для него, в том плане, что он сам себя вычеркивает из процессов, поэтому, по большому-то счету все, и я вам так скажу, не только Казахстан, что сейчас вот китайский мирный план поддержат очень многие нейтральные страны, которые заинтересованы в том, чтобы вот это вот геополитическое, такое жесткое противостояние, то есть с обрубанием путей, закрытием неба, для самолетов, для транспорта, потоков, чтобы все это поскорее кончилось, ну, и гуманитарные, самая главная причина, конечно же, то есть, такие масштабные последствия там это все несет, чтобы нейтральные страны будут на самом деле многие сейчас говорить, да, вот этот план, где он такой, хоть как-то, вот направленный на компромисс, он по большому счету неплох. Говорить о том, что есть какая критика, ну, вот говорят, что вот, мол, китайский план за все хорошее, и, ну, вот, и он поэтому не реализуем. Но он, собственно говоря, и поэтому и предлагается, он и должен предлагаться за все хорошее, потому что за все плохое никто за стол переговоров не сядет. То есть, пока что логика именно такая, вот мы вам предлагаем всем чего-то хорошего, теперь дальше задача за столом переговоров посидеть и попытаться найти вот эту вот точку, где вас устраивает, а не на поле боли. Вот почему я, теперь возвращаясь, почему Казахстан так вот сразу поддержал, ну, потому что к казахстанской точке зрения это все соответствует. Давайте за все хорошее, давайте перестанем для начала друг друга, то есть, снимем градус напряжения и попробуем хоть как-то сесть и найти варианты, о чем нам вообще разговаривать. Понятно, что вот прям в ближайшее время это не будет, но задел есть. Открывайте, вот такой момент, считается, что пока Вашингтон, вообще весь блок НАТО увяз на Украине, у них не будет времени, сил, ресурсов для Тайваня. И получается, Китай должен быть заинтересован в том, чтобы война там продолжалась, внимание США оттягивалось, а Китай при этом предлагает мирный план. Получается, Китай не боится, что на Тайвань больше закачают оружие? Я не думаю, что, конечно, здесь не, скорее, не с Тайванем связано, а в принципе с геополитической конкуренцией. То есть, был момент, особенно там 20-21 год, но особенно 20-й, имеется в виду, год, был такой момент, что точка раздражения в отношениях между США и Китаем буквально достигла какого-то предельно низкого уровня. Поэтому потом при Джо Байдене произошел обратный отскок, то есть администрация Джо Байдена значительно более настроена мягко, значительно более настроена на компромисс, чем администрация Дональда Трампа. И здесь была попытка с обоих сторон как-то попытаться найти, перезагрузить отношения, ну вот как-то найти моменты как вот можно поработать. Но вот здесь сейчас в целом вся ситуация, то есть российско-американские противоречия, они конечно сдвигают фокус Вашингтона с Китая на Россию. Это конечно в целом для Пекина по большому счету неплохо в том плане, что дает еще время для развития. То есть Китаю в целом как все говорят иметь в виду и специалисты по Китаю, специалисты-экономисты, международники, кто глубоко погружен в эти вопросы, где-то ему требуется до 30-го года, чтобы выровняться по показателям США. Например, сейчас Китай по многим параметрам США догнал, но есть ряд параметров, по которым он от них отстает. Поэтому задача выровняться. Где-то к 30-му году предсказывают, что если ничего не произойдет, это будет. То есть вот это более важно, чем Тайвань. Тайвань такая штука, на самом деле никто не заинтересован. Вот по большому счету в битве за Тайвань никто не заинтересован, особенно в мире. В каком плане? Вот то, что даже мы видим при всем градусе конфликта, российско-украинского конфликта, при всем этот конфликт, вот как сейчас мы видим, после года он все равно локален. И это, слава Богу, он все равно не затрагивает, он не переходит в режим мирового противостояния, мирового хаоса, где все дерутся со всеми. Что, например, было в Первую или Вторую мировую войну. проблема в том, что Тайвань затрагивает так много интересов, так многих самых разных больших участников. Сам Китай является мировой державой, в этом смысле, США там активно участвует, хотя США, хотя там будет ситуация такая по Тайваню очень сложная, потому что мы вот с вами обсуждали, что США признают один Китай, но при этом они собираются поддерживать, если будет ситуация идти в сторону военного конфликта, поддерживать Тайбэй. То есть ситуация крайне сложная, но на самом деле ни Пекин, ни Вашингтон, ну по большому счету в Вашингтон, вот буквально на днях приезжал американский профессор, он всю жизнь изучает как раз таки тоже Китай, Эндрю Мерте, он опубликовал очень много книг, является советником политическим, и вот мы тоже с ним говорили, естественно, о Тайване, он говорит, на самом-то деле в Вашингтоне прекрасно понимают, вот кто специалисты, они прекрасно понимают, что битва за Тайвань не нужна никому, в том плане, что это имеет все шансы перерасти там в суперконфликт, где последствия будут слишком непредсказуемы, поэтому по большому счету конкуренция вот это вот поэтому тайваньский вопрос это всегда такая слишком такая красная точка, в которую никто бы не хотел бы и влезть, а вот экономические ограничения это вот прямо здесь и сейчас творится, поэтому смотрите, Пекин предлагая мирные инициативы, он исходит именно из этого, смотрите, вот если он даже будет участвовать, например, предположим, гипотетическое сражение за Тайвань, ну что там выйдет хорошего в любых ситуациях, то есть победа, разрушенный остров, разрушенная торговля, разрушенный там, ну все вот в этот регион будет в огне, поражение еще хуже, ну то есть со всех сторон нету никаких плюсов, поэтому здесь задача такая, понятно, что вооружать Тайвань будет в любом случае, есть украинский конфликт, есть сирийский конфликт, есть там конфликт например в Центрально-Африканской республике, военно-промышленный потенциал США позволит ему и с учетом того, какую важность занимает Тайвань для США, для Тайваня всегда, всегда при любых там ситуациях помощь, да, то есть и кстати говоря это видно, что вот у них увеличилось, несмотря на протесты Пекина, ну вот началось там вот, увеличивать количество инструкторов и так далее. Еще один момент, одновременно с китайским мирным планом информационная пошла такая атака на Китай, что он поставляет в Россию оружие, ну и там данные геопространственной разведки, даже не поставляет, а готовится поставлять, может поставить, вот так формулируют, и вот вроде бы там в Синьцзяне что-то распаковывается со складов хранения, а эти системы они похожи на российский самоход кем-100С, ураган. Во-первых, про Синьцзянский вот это вот, это чистый фейк, это чистый фейк, это просто откровенный вброс, там даже на заднем фоне, если вы посмотрите, ну кто владеет языком, там видит, что написано на иероглифах совсем не то, что написано в тексте, что написано на русском, но это все, это уже сразу обрубает, во-вторых, понятно, что это наспех слепленный на коленке какой-то вот фейк, какой-то там неизвестно. Но сами обвинения как бы в возможности поставок оружия, они же были на высоком уровне? Да, здесь идет вопрос о том, что смотрите, вопрос-то как раз-таки идет в том, что да, вот торг, есть международная геополитическая игра, идет вот такой вот торг. Здесь задача, здесь задача, то есть, чтобы как раз-таки, интересно, что вот такое, какое противоречие происходит, то есть, с одной стороны, в частности, да, вот, вот эти вот американо-китайские противоречия, они заставляют толкать Вашингтон в сторону, вот, заставляют вот Вашингтон пихать откровенно Пекин в сторону Москвы. Вот, например, чему был вот визит на Нэнси Пелоси, это вот такой вот был вот яркий, да, вот у вас, это, кстати, про то, что вот Тайвань, да, это вот отдельная строчка, да, вот у вас идет там противостояние в Украине, но, тем не менее, Нэнси Пелоси спокойно нашла время, нашла время, силы, ничто ей не помешало, хотя казалось бы, зачем вы это делаете? Ну вот, есть своя повестка, будем ее выполнять. Но вместе с тем, никто не хочет, чтобы возникли новых два блока, да, то есть западный блок и вот там китайский, вот там российский, и такой вот еще такой какой-то блок, который разделит мир на две части, и начнется вот такая вот настоящая, да, там вот противодействие, где вот на поле боя будут выяснять отношения вот часть, чьи военные системы лучше, да, то есть такая настоящая прокси-война. Она и так уже на самом деле частично есть, с учетом того, что идут тяжелые поставки вооружения. И здесь задача в том, чтобы для вот этих вот все предупреждения, они не о том, что мы же не знаем, никто не знает, да, там Китай думает или не думает. Это все такие ему сигналы, что если вдруг... Если думаете, да? то нежелательно. Китай в этой же истории, он же все время говорит о том, что он же не демонстрирует вообще большого желания во все это влазить. Здесь надо понимать китайскую политику. Китай все время говорит, мы вот ответственная держава, мы вот ответственная держава, мы за мир. Вот они обвиняют, например, китайцы обвиняют, наоборот, американцев, они говорят, а вот вы как раз-таки поставляете оружие украинской армии и, соответственно, только усиливаете там конфликт. У тех свой аргумент, ну а как мы не будем поставлять, иначе они имеют все шансы проиграть там и так далее. Ну вот все там друг друга... А вы вот не поставляете. То есть там все друг друга обвиняют, это такая большая политика, но в которой на самом-то деле Китаю... задача Китая это как раз-таки как можно меньше куда-то влезть. Его задача в том, чтобы не... Вот он пытается сейчас сыграть роль стабилизатора. Он говорит, давайте... Почему вот... Отвечая, опять же, продолжая на ваш очень важный, интересный вопрос, да, вот если российско-украинский конфликт отвлекает внимание от Китая и там проблемы Тайваньского пролива, зачем вообще предлагать мирные планы? Ну, здесь-то вопрос ответ в другом, да, что вот этот сам все равно конфликт, он поднимает градус вот этого противостояния на такую высокую планку, что какой момент, вот где нажмется вот эта кнопка, где ты не сможешь уже отказаться от того, чтобы не поучаствовать, как глобально держал, никто не знает точно, да, то есть слишком много, там есть много-много-много сценариев, над которыми все должны аналитики сидеть, поэтому задача Китая, смотрите, какая задача Китая во всей этой истории, у него задача в том, чтобы сгладить по возможности, чтобы это все было прогнозируемо, ссориться со штатами, хотя они там противодействуют, конкуренция, но оборвать все концы никто не хочет в Китае, однозначно, это прямо вот видно, и больше того, вот штатовские, вот со стороны Соединенных Штатов, там-то позиция тоже двойная, с одной стороны вот эти партийный консенсус, Китай это конкурент, а с другой стороны есть очень-очень много факторов, которые говорят, при всей конкуренции, пожалуйста, не сделайте так, чтобы резкий разрыв, вот опять же приводят пример, говорили, все производство американское выведем из Китая, вот прямо сейчас, прямо завтра, все, все выведем, ничего, в Индию выведем, во Вьетнам выведем, не будет, где, где этот вывод, как были заводы Фоксон, как тайваньские вот эти производители были на материке, никто никуда не делся, никто никуда не выехал, все продолжает работать, потому что при всем, при том, вот этот базис, он не дает разбежаться. Большое спасибо, у нас в гостях был Адиль Каукенов, мы разбирались с китайским минным планом, до свидания. Спасибо вам большое, до свидания.